так народ всем привет автомобиль у нас nissan murano сегодня 2013 года в этом видео я хочу ответить на такой вопрос стоит ли покупать этот автомобиль если пробег у него уже больше ста тысяч километров сегодня я буду делать то 105 тысяч в которые входят в принципе только замена масла и масляного фильтра но я также поменяю воздушный фильтр и салонный фильтр еще могу сразу отметить что у nissan в частая болезнь это стойки стабилизатора и подшипники постоянно со временем вот передней части задней части они раздалбливаются их нужно менять на этом автомобиле я менял правый подшипник ты заказал стойки стабилизатора оригинальные пожалуйста стоит 825 рублей штука ну плюс рублей за 500 800 мне их поменяют понятное дело что уже автомобиль я большего официального дилера не обслуживаю так как гарантия на него закончилась и смысла переплачивать за гарантию уже нету значит я уже расходные материалы все купил самостоятельно купил я у официального дилера одного которого есть также магазин автозапчастей он бред как оригинальные запчасти так и продает аналоги принципе тоже есть неплохого качества но вот масло моторный 5 литров 5 дабл 40 фильтр воздушный фильтр салонный и соответственно фильтр масляный с пробкой вот за все я дал три тысячи двести рублей в того как я сказал входит только замена масла и масляного фильтра и официальный дилер просит за это уж за эту услугу 5 тысяч 800 рублей то есть с работами со всеми делами я же примерно дам сейчас ну я думаю тысячу значит все кто подписан на канал помнят последнее видео где я рассказывал про сход развал на данном автомобиле я постоянно регулярный обыскал делаю эту процедуру и хочу отметить вот смотрите резина это штатная резина с момента покупки автомобиля на машине уже 105 тысяч пробега я ни разу не покупал эту резину все она как бы уже лысая но на самом деле если мерить по протектору и и еще на один сезон вполне хватит то есть я на этом автомобиле уже 230 не езжу но 200 машин разгоняется вполне и никакого дискомфорта я на ней не ощущаю вот опять же что нужно сделать по ней часто делаем я уже заказал и уже пришли запчасти стойки стабилизатора под на неделе я их забираю их же меняю и в принципе все автомобиль в идеальном исправном техническом состоянии более того хочу отметить что единственное что бесит меня чем я сегодня в принципе уже занялся это руль подскажите пожалуйста парни все те у кого есть а nissan такой или тиана где вы перешивали руль по-любому это как бы слезай просто краска соответственно есть местечко где по идее руль будет также с перфорацией с подогревом где можно будет его нормально перетянуть средняя цена на перешивку руля это примерно 5-8 тысяч рублей то есть кто как берет но сегодня столкнулся такой проблемой то что не каждый готов дать гарантия попадет в цвет дальше вот эта часть автомобиля я уже в принципе нашел решение это я перевозил однажды профиль и вот так вот он съехал съехал просто на пластик полторы тысячи рублей стоит крышка на разборе единственное что меня остановил при покупке потому что здесь ключом получается то есть если я куплю как там надо продумать этот вопрос то ли просто ника больше не закрывать и на замок но хотя в принципе не к на замок и не закрывал дальше всем тем кто упирается часто усирается и говорит по салону что кожа грязная кожа марка вот я вам отмечу смотрите я машину последний раз мыл вот в салоне от имя кожи если честно год на полтора назад хотя раньше до этого был nissan мура nissan x-trail с такой же кожи я мыл его регулярно то есть примерно 1 2 раза в год не потому что он слишком быстро пачкался а просто ну мне нравилось там время был до хрена я мол ее а химчистка мне обойдет спереду в 5000 рублей то есть не полностью салон помоют я это хочу сделать на ближайших выходных потому что в машине все равно уже такой запах технически скажем так появился то есть нужно машину помыть освежить и так далее а самому все это делать ну сами представляете сколько времени потрячешь просто все это выдраивать вычищать а этого он поехал друзьям подкинул заказе к и они пожалуйста вон те все помоют сделают вот а так в целом больше каких-то технических нареканий по автомобилю нету что я на нем еще дело однажды я задел собаку я ехал домой задел собаку и это заметно вот в этой части видите клипса чуть-чуть выше натаж здесь снизу трещина находится вот радиатор тогда кондиционером стоил если я не ошибаюсь что-то порядка 18 тысяч рублей оригинальный я же его купил за 9000 китайский какой-то там в принципе нормальный все работает нареканий никаких нету что касаемо хрома ну сблизи не знаю на камеру заметно нет но он уже такой становится непрезентабельного вида местами где-то появляются засечки такие то что понятное дело что он еще тысяч 20-30 я думаю или годик и уже надо будет что-то с этим делать но я надеюсь то что в следующем летом следующем летом я сделал предзаказ короче на новый автомобиль но я не рассчитываю покупать новые мурана но я предзаказ дело соответственно как только они появятся у нас здесь в москве ну в россии вообще то есть не сразу позвонят я естественно первым делом приезжаю как минимум получу возможность первым приобрести данный автомобиль есть на тот момент там финансовое положение будет нормально вообще будет желание купить именно его потому что на самом деле я как владелец еще mazda 6 очень вполне даже нравится cx 9 9 вот новый до который должен быть но где-то уже вышел как обычно нас то ни хрена ничего не вышло вот я думаю вполне возможно надо будет смотреть надо будет смотреть надо будет сравнивать ну а сейчас короче я еду на то я постараюсь я попрошу сейчас конечно человека чтобы он не дал возможность поснимать но человек там взрослый соответственно ему сейчас как ты какая-то камера что-то снимать будешь ходить он не скажет скорее всего давай диман идем там погулять покури вот поехали на то все значит а я делаю в принципе у своего знакомого это мой сосед он разбирается именно в ниссанах и в рено вот у него есть нормальный гараж чисто аккуратно с подъемником со всеми делами то есть но он такой скажем так специалист автосервиса поэтому машинах он очень хорошо жарит скажем так и сейчас я попрошу чтобы он полностью посмотрел ходовую в общем продиагностировал самостоятельно автомобиль и какой-то скажет результат что с ним и кстати все дребезжание в салоне которые присутствовали или присутствуют я с ними нашел со всеми борьбу по большому счету я то что дребезжит сзади это просто когда я раскладывал про сиденья где-то неправильно сложил где-то там торчал вообще ремень безопасности он прижимался сбоку с пластика и . есть дорога не ровно про вибрации появляется вот он начинает там дребезжать а потом сидишь думаешь как-то знать звуки передаются по машине так что принципе непонятно где что шумит ну вопрос решаем сейчас каждый 10000 до лучше менять все черные значит так пацаны подводим итог что у нас получилось значит во первых вот так выглядит подкапотное пространство автомобиля владельца владельца который все никогда не лазит который не знает с этим бед абсолютно максимум что я самое часто чем я пользуюсь и тут это вот штучка по делам омывающую жидкость только подливая подлили антифриз поменяли масло сколько масло залили сейчас я вам покажу там осталось примерно из пяти литров ну я так навскидку взвесить грамм 200 осталось значит посмотрели вас на в коробке вот этот чуб здесь он находится то есть принципе масло однозначно до менять не вообще он человек рассказал говорит то что сейчас в официалах даже не предлагают менять масло в коробке потому что она в принципе дорогой вот в сервисе в официальном замена стоит 8 с половиной тысячи рублей казалось бы это просто сейчас на разом дать взять и отдать 8 с половиной тысяч раньше говорит меняли в основном на 90 тысяч пробега именно вариатор канистра идет четырехлитровая нужно масло примерно литров 6 то есть два литра останется по-любому однозначно будут заказ того что он не удостал показал уже черный горелого нету но поменять нужно порекомендовал будет однозначно если вариатор как бы даже не думай бери меняй мы поменяли понят дела воздушный фильтр а все остальное здесь у касаемо под капотом больше вообще ничего не меняли больше все жидкости я менял 90 тысяч поэтому здесь все остальное вообще в норме то что я жаловался на свет он говорит у тебя фары просто мутный на самом деле даже как-то сам так не придавал значение мутный не мутный но мне показал свою у него nissan x-trail вот у него в принципе он такой свеженький фары он отполировал прям совсем недавно показала мне прям реально все блестят то есть ответственно я уже позвонил записался за полировать фары будет стоить примерно 1000 рублей вот за обслуживание кстати я ему отдал ну штукарь штукарь и отдал то есть он еще все рассказал все проверил я говорил тоже поменял правый подшипник да действительно право поменял сейчас нужно будет поменять еще левый он говорит он подходит просто человек спец он разбирается во всех этих вопросах он говорит по звуку подходит но пока как бы смысла нет нет но уже подходит соответственно я закажу себе подшипник раз и закажу себе канистры масла для коробки 2 ну и соответственно на ближайших наверное выходных заменим чё тянуть это время ждать море погоды вот на подъемнике посмотрел на самом деле резина то вообще извиняюсь конечно выражение но именно так как у нас состояние находится вот но на езду вообще никак не влияет с комфортом езжу эта резина была куплена но машина шла на ней изначально заводская скажем так вот отъездила на не получать третий сезон езжу ну и я думаю его без проблем отъезжу то есть покупать этим летом резину точно не буду что касаемо стоек стабилизаторов но иногда не подлезу но они в идеальном составе он сказал то что вообще бред как бы ничего там с ними лифтов никаких нету то есть со стойками проблем никаких нет вот для чего это все рассказывать все те кто хотят купить допустим данный автомобиль бы уж с пробегом сейчас эту машину стоит а вот я заехал залез точнее на автору от миллион двести пятьдесят тысяч но они 13 года в принципе у меня пробег 105 тысяч а на многих пробег там буквально там 30 40 тысяч 50 тысяч уже много считается то есть у меня по сути большой пробег но у меня максимальная комплектация какие там комплектации указаны это неизвестно нужно если и сейчас эту машину купить по сути здесь что нужно будет сделать здесь положить от просто 20 тысяч сейчас это я подчеркиваю с учетом того что в эти 20 тысяч будет входить руль перетянуть это вот одно из дорогих и также вот салон помыть полностью машину то есть она была как новая прям как свежачок вот а по расходникам все это стоит копейки тем более сделать не официалов то есть ну сейчас самый дорогой будет это конечно замена масла в коробке все все остальное сеть подшипники они стоят ерунду одним словом подняв на подъемнике посмотрели ну там ничего не течет раздатка все никаких потеков нету соответственно раздатка обязательно проверяйте потому что если подтеки есть там просто придется менять сайлентблоки вот их они тоже недорогие но их вот именно геморр на менять то есть выбор больше просто денег с вас возьмут именно за замену диски тормозные на машине я менял вместе с колодками но все равно писк есть присутствует а мне говорит то что на самом деле просто многие жалуются вообще на качество этих тормозных дисков и самих колодок потому что они были новые прямо по кругу помене было и диски тормоза ну и колодки все равно скрип присутствует сейчас опять же он присутствует тут именно в такую погоду когда вот сейчас дождик прошел влажно и соответственно скрип и есть когда сухо в принципе машину помоешь нормально но и больше что называется придраться не к чему потому что я уходил все спрашивал спрашиваю давай еще расскажи что-нибудь покажи на что жалуются выда больше не на чего жаловаться здесь то есть все остальное в исправном состоянии но бывает еще гидроусилители руля то есть а так он в исправном состоянии мощность кстати тоже не потерян тачка тянет вообще неплохо тяга не пропала никуда но если тяга пропадет то ей на смену маг придет вот короче если кто-то думает приобрести себе данный замечательный автомобиль вообще пожалуйста я вам рекомендую и расход здесь принципе нормально вот я сейчас езжу спокойно не 14 литров по городу по городу подчеркиваю а некоторые пишут то что в принципе по трассе держ делали 9 литров там чуть 10 литров но это при езде там 100 110 но я на трассе на нем езжу поболее поболее то есть такой скорости на нем я не езжу соответственно вот вам ответ на вопрос как дела с nissan с nissan все отлично поэтому подписывайтесь на канал обязательно все что будет с ним происходить дальше я буду рассказывать все таки жизнь началась у него за 100 вот соответственно если вдруг какие-то он не принесет неприятные сюрпризы вы узнаете об этом первыми ставьте лайки до новых встреч пацаны всем пока пока пока